Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления хвостика возьмите три пера и закрепите их в конце цевья. Перья следует закреплять по всей длине цевья для создания ровной подложки для наматывания тела. После закрепления отрежьте лишнее и замотайте нитью торчащие бородки перьев. Для изготовления сегментации по всей длине цевья закрепите проволоку. Для изготовления тела мушки, также по всей длине цевья закрепите несколько волокон гласабу. Достаточно плотно намотайте волокон гласабу на цевьё. По окончании намотки закрепите их около колечка и отрежьте лишнее. Для изготовления ёршика около колечка закрепите петушиное перо. Сделайте пером 5-6 оборотов по телу мушки в сторону хвостика. По окончании намотки закрепите перо около хвостика одним-двумя оборотами проволоки. Затем намотайте проволоку на цевьё, сделав точно так же 5 или 6 оборотов в сторону колечка. По окончании намотки закрепите проволоку около колечка. и оторвите лишнее. Обмотайте нитью место крепления проволоки. Отрежьте лишнюю часть петушиного пера. Для изготовления передней части ёршика закрепите вплотную к предыдущему ещё одно петушиное перо. Оборотки этого пера должны быть немножечко больше, чем бородки предыдущего пера. Сделайте пером 3-4 соприкасающихся оборотов. Затем закрепите его. и отрежьте лишнее. Отогните все бородки ёршика назад и намотайте аккуратную небольшую головку. Сделайте завершающий узел и отрежьте нить. По необходимости расправьте элементы мушки. Всё, мушка готова. Продолжение следует... Продолжение следует...